Так, стой. Перед просмотром этого ролика я попрошу тебя подписаться на свою группу ВКонтакте. Там мы все делаем вид, что мы Кены. Ссылка в описании. Я уверен, что все вы в курсе о правиле Коко Шанель. Перед выходом из дома снимите с себя одну вещь. А вот правило Кена гласит. Наденьте на себя три вещи. Привет, я Райан Гослинг, и если вы считаете себя Кеном, или же вы любопытный и потерянный как Кен, то вот вам 10 базовых вещей для Кеноподобных. Укрепим ваш Кеновайбик. Повязка на голову. Желательно с молнией. Повязка очень важна, ведь она отличает хорошего Кена от плохого. Когда вы ее надеваете, вы сигнализируете о том, что пора топить. Также очень важно, чтобы кто-то видел, как вы ее надеваете. А еще круче, если увидят, как вы затягиваете ее сзади. Еще подойдет бейсболка. Ваши глаза прикрыты, вы весь такой загадочный, а потом в моменте переворачиваете козырек назад и погнали. Теперь вы как заряженный ствол. Солнцезащитные очки. У Кеноподобных должно быть как минимум две пары таких очков. Первая пара должна быть такой, чтобы Барби тоже захотела их примерить. Это важно. Темные очки нужны, чтобы скрыть вашу грусть. Не смейте расстраивать Барби своей кислой рожей. Поэтому мы берем еще одни очки, в которых можно увидеть свое отражение, чтобы Барби еще больше офигел от своей красоты. Это ваша работа. Она может смотреть в них, пока красится, а ты прячешь свою грусть за второй парой. Все продумано. Кен в коробке. Это напоминание о коробке, откуда вы пришли, и куда вас с улыбкой на лице вернут, если вы не будете так же старательны, как Кен. А он неплохо выглядит. Еще тут напоминание о том, что он спасатель Малибу. Часы У вас куча важных дел и важных встреч. Когда вы кеноподобный, вы не заняты, и вам никуда не надо. Поэтому для вас еще важнее казаться важным. Я уверен, что все вы в курсе о правиле Коко Шанель. Перед выходом из дома снимите с себя одну вещь. А вот правило Кена гласит, наденьте на себя три вещи. Вот эти часы я ношу в реальной жизни, ведь они показывают время в Барби Лэнде. Вот эти часы отслеживают фазы Луны, чтобы следить за порядком утренних волн. Книги — это очень важно. К сожалению, у меня она одна. Но если у вас больше, это еще лучше. Предпочтительно, чтобы она была о лошадях. Книги заставляют людей думать, что у вас есть какие-то интересы. А главная черта характера кеноподобных — это делать вид, что у вас есть интересы. Ничем не интересуйся взаправду, не делай глупостей. Это опасно. Просто делайте вид. Книга нужна как раз для этого. Просто открываешь ее в любое время и... Делаешь вид, что ты умный. Ммм, интересно. Спасибо, Кен. Доска для серфа. Я не могу не упомянуть, что Кен работает спасателем Малибу. Я не серфер. Я именно спасатель. Я не Кен серф. Я Кен пляж. Я никогда не утверждал, что я серфер, поэтому я не хочу, чтобы Кена серферы троллили меня в комментах. Окей? Я не претендую на то, чтобы обладать какой-то духовностью, которая приходит во время серфинга. Я просто ношу ее с собой для сравнения. Просто, когда ты Кен в натуральный человеческий рост, тебе нужно показать, насколько ты большой. Также на нее можно облокачиваться. Ролики. Очевидно, не так ли? Кен обожает кататься на роликах. Он нигде без них не появляется. Ты взял ролики? Я никуда без них не выхожу. Труханы Кена. Смотрите, это очень важно, чтобы на труханах было написано ваше имя. Помимо всего прочего, ваше имя в центре внимания. Если натягивать их до пупка, ваше имя никто не забудет. Также Барби может спросить, там реально написано твое имя на трусах? А ты можешь ответить. Ну, проверь, если хочешь. Берите на заметку, мужики. Искусственная норковая шуба. Если вы не можете понять, кто вы есть, опираясь на свой внутренний мир, то вам нужна такая шуба. Никаких загонов, вы просто Кен в норковой шубе. А, че это там внутри? Воу, блин, спасибо, что напомнил. Это просто... коняшки. Это барсетка для кеноподобных. Самое крутое, что ты можешь написать свое имя шрифтом, как у Металлики. Еще круче то, что в своей повседневной сумке вы можете хранить повседневки Барби. Я думаю, что без розового микрофона никто не может обойтись. Всегда есть потребность рассказать всем о достижениях Барби. Вот платочек на случай, если Барби вспотеет. Я, конечно, никогда такого не видел, но всегда нужно готовиться к худшему и надеяться на лучшее. Ну и такое вот ожерелье. Кто знает, возможно, однажды и ты заставишь свою плохую Барби надеть это ожерелье. Итак, это были 10 базовых вещей Кена. Просто запомните, за каждой прекрасной Барби стоит Кен. Надеюсь, он всегда будет рядом, если ей что-нибудь понадобится. Она этого заслуживает. Ведь она Барби, а ты всего лишь Кен и терпила. Навсегда. Субтитры сделал DimaTorzok